Что сейчас, в наше время, как ты считаешь, самое важное для молодёжи? Правильно построить своё будущее. Маленькая ошибка на начальном этапе пути потом приводит к большим последствиям. Поэтому для молодёжи на начальном этапе правильно установить приоритеты их будущего. Что они хотят в будущем? Чтобы у них была здоровая, красивая, счастливая семья, богатое будущее. Им нужно создать образ, каким они хотят видеть своё будущее. Человек, который берёт, допустим, кокаин в весёлой компании, употребляет его один раз. Но он на всю жизнь меняет своё будущее. Пока вы ещё не столкнулись ни с чем серьёзным таким, что может кардинально уничтожить всё ваше будущее. В этой начальной точке главное правильно выстроить свои приоритеты. И для этого нужно только одно. Создать образ. Увидеть образ, какой вы хотите видеть своё будущее. Вы видите себя богатым, преуспевающим. Либо алкоголиком, валяющимся у забора. Нет, такого вы не видите. Вы видите другую картину. Тогда эту картину нужно просто жёстко прорисовать. Семья, любящая половинка рядом с вами. Дети счастливые, которые приносят вам радость. То есть дети, они... Это будущее ваше. Потому что вы же не будете жить до 40 лет. Вы же дальше будете жить. И только дети дают вам смысл жизни. И становятся вашим будущим счастливым. Поэтому в начальной точке, пока вы молоды, есть ещё будущее, если оно ещё у вас есть. Если вы это видео смотрите, значит оно ещё и у вас есть. В этот момент нужно прям сесть и этот образ создать. Если у вас нет времени его записать на бумаге. Хотя бы просто его прорисовать. Увидеть его. Картинку эту. Счастливая семья, счастливые дети, богатые. Какой-то там, может, загородный дом. Какое-то там поместье родовое. Где вы живёте всей семьёй счастливо. И всё. Когда вы эту картинку прорисуете, всё у вас начнёт будущее меняться в эту сторону. Постепенно, год за годом. И ничто у вас не свернёт с этого пути. Я знаю, Николай, у тебя успешный бизнес, там был не один, да. Ты всё-таки учился в образовании школы, в УЗ, да, в учебном институте. Вот. Сегодня тоже молодые люди идут в школу, в институт. Вот как ты считаешь, сейчас у многих семей проблема, да, они хотят создать семью, у них нет денег там, квартиру получить. Они идут в эпатету. Вот ты можешь, как предприниматель, что-то людям подсказать, как бы правильное направление, вектор, чтобы они могли действительно построить акцент на счастливой семье, своими действиями. Что бы ты им посоветовал? Ну, первое, у каждого человека, вот у него, у него, ты говоришь, нет денег. У каждого человека есть талант определенный, своё предназначение. Вот. Это то дело, от которого человек получает удовольствие. Не только занимаясь этим делом, он, естественно, будет получать деньги. Вот. Поэтому нужно найти это предназначение. Чем вам нравится заниматься. И всё это развивать, вкладываться в это. То есть, есть какие-то средства, там, какие-то деньги появляются. Нужно, пока у вас есть ваша молодость и силы, нужно вкладывать именно в саморазвитие. И всё. И потом это, допустим, то, чем вам нравится, это может быть музыка, может быть бизнес, может быть, там, если вам нравится общением заниматься, это какой-то туристический бизнес. Если вам нравится что-то руками делать, это какая-нибудь мастерская, что-то, ну, что вам нужно определиться, что вам нравится. И всё, и в это вкладывать деньги. Какие-то мастер-классы, их сейчас много бесплатных в Ютубе, изучить всё, что бесплатно есть. Потом, может, какие-то пройти платные классы. Вот. И двигаться в саморазвитии, и всё это начнёт приносить вам деньги. Самое главное следовать своему внутреннему желанию, да, и достигать этой цели, да, не уходить в сторону. Потом есть ещё, смотрите, есть ещё ложные ценности, а есть истинные ценности. Тоже важно не заблудиться. Ложь. Ложные ценности, которые нам система искусственно прорисовывает. Вот. И сейчас важно не потерять себя. Если, допустим, вы цель поставите просто бумажки, деньги, и ради этих бумажек вы готовы продать всё, и поступить счастье у своих близких, поставить на кон истинные ценности ради ложных, тогда вы проиграете. А что в твоём понимании истинные ценности? Ну, истинные ценности, это что, семья, ну, так скажем, все твои близкие люди, начиная, конечно, от родителей, это начать всё-таки уважать и любить своих родителей. Но это и есть семья, потому что отношения с вашими детьми, это и есть ваши отношения с вашими родителями. Вот. То есть нужно восстановить отношения со своими родителями, просто обнять их, поцеловать, сказать, что вы их любите. И это и есть истинные ценности, то есть семье в первую очередь, близкие ваши люди. там ваша половинка рядом, дети. Потом можно построить дом. Как там говорится, дом построить, вырастить сына и что там ещё у нас? Посадить. Посадить саду. Поэтому в первую очередь семья, она даст вам силы. Те же самые отношения хорошие с родителями уже дадут, ну, начнут давать вам силу. и ваше будущее начнёт меняться. Всё. Потом отношения с родителями перерастут в отношения в правильные с вашей половиной, правильные отношения с вашими детьми. Дети уже будут брать с вас пример, также будут уважать вас. Появится сила, после этого уже можно, конечно, построить дом, посадить сад. То есть дома строить поместье, где можно сад посадить. То есть должна быть земля вокруг. Хорошо, если это будет, как у наших предков, родовое поместье, где у вас дети могут по трапке побегать, погулять. Или просто сад будет расти. То есть эта земля будет вас кормить. вы знаете, какая продукция, какие продукты в магазинах. Хорошо, если эта земля будет давать вам здоровье, здоровую продукцию. Вы будете любить эту землю. и она будет вас в ответ благодарить и любить. И дарить вам здоровье. И вот. И создав свое родовое поместье, вы его создаёте на века. Передаёте своим детям. Это ваше будущее. Папа! Что? А где тряпка? Тряпка? Ты что, убираешься? Да, я не хочу. Ты решил убраться? Тряпка носил. А, иди там посмотрим. ванной комнате. А вот такой вопрос. На сегодняшний день в России очень много разных течений, скажем, духовного толка. родовое. Там, равноверие, йогу занимаются, много всего. Много национальностей на земле русской пожелают люди. И есть другие государства. Как ты считаешь, что могло бы объединить всех людей таким образом, чтобы сохранить эту землю, чтобы люди были счастливы, как родились вольные. Но есть что-то объединяющее абсолютно для всех народов. Да, есть. То есть, первое, у нас же последние годы какие войны производятся? Религиозные войны. Первое, что мы должны понять, мы, это люди, народ, мы должны понять, что нас один отец создал. Это первое. Второе, не слушать наших правителей и наши СМИ. На данный момент в основной массе это ложь, то, что нам несут сверху. Пирамида таким образом и построена, чтобы начиная от образования и заканчивая политикой и правителями, чтобы управлять массами, чтобы снизу дети уже росли стадом управляемым. Поэтому наша задача сейчас снизу начать объединяться, осознавать для начала, что религии созданы были, отец-то один. И великие религии, даже брать христианскую, она переписывалась несколько раз. Возьмем Никоньянскую реформу, когда столетие была одна религия, крестились двумя пальцами. Потом пришли другие друзья, сказали, что надо креститься тремя пальцами. И начали сжигать тех, кто крестился двумя пальцами. И эти ребята собрались, их сейчас называют староверами, ушли в тайгу. Их систему потом все-таки леса выжигали, воины все были. и до сих пор они продолжают эти религиозные войны. Поэтому самое главное быть выше всего этого и осознать, что мы все братья и сестры и отец у нас один вездесущий. вот что сейчас происходит допустим на Украине. Власти народная захватила управление и славян стравливают друг друга. Поэтому нам нужно снизу все это осознать и не быть управляемым стадом. Все айти в сторону самоуправления. объединяться в какие-то команды, коллективы, общины и жизнь выстроить себе.